Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Даючей. Я Ольга Ракова. Смотрите в этом выпуске. Спортзал и поликлиника одновременно. На театральной площади прошли мероприятия к Дню здоровья. Что я тут думал? Просто две, может, все часа три. Ничего, там целый день можешь сидеть и не попадешь. Четверо суток стоять, снимают. Потом снимаю и уже знаю точное время, во сколько выходят кабаны, сколько их. С хлебом с солью к кабанам. Почему егери так и не перестали кормить лесных животных? Я была счастлива. Я не знаю, у меня это все как-то быстро так произошло. Корона и путевка в жаркие страны. Подведены итоги конкурса красоты. Республика Крым и Кировская область стали партнерами. В эти выходные в Симферополе временно исполняющие обязанности губернатора Никита Белых и председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов подписали протокол о намерениях. Документ определяет сферы сотрудничества двух российских регионов. Планируется, что территории будут взаимодействовать в самых разных сферах экономики, туризма, культуры и искусства. Вместе с Никитой Белых в новоиспеченный регион прилетела и делегация Кировского департамента культуры. С коллегами чиновники обсудили тему сохранения духовного наследия Александра Грина. Напомню, большую часть жизни уроженец Вятской губернии прожил на полуострове. В рамках визита Никита Белых пригласил крымчан участвовать в Кировских днях романтики и во всемирных сказочных играх. Кроме того, сообщил, что область ежегодно будет выделять 10 так называемых гриновских путевок в лагерь Артек для школьников Кировской области. Я много сегодня говорил о личности Александра Степановича Грина, который родился и вырос на Вятке, ныне в Кировской области, а последние годы жизни провел именно в Крыму. Но кроме того, я хочу напомнить, что в России 2014 год объявлен годом культуры. Поэтому мы считаем, что тема культурного сотрудничества, она и актуальна, и интересна, и самое главное, не является искусственно вымученной или надуманной. Крымчане всегда с благодарностью относятся к тем предложениям, которые сегодня приносит руководитель субъектов Российской Федерации. В частности, Никита Юрьевич очень приличные проекты предложил, которые мы совместно готовы реализовать в гуманитарной сфере. И все, что сегодня предлагают наши коллеги, нами будет проработано, изучено, и мы уверены, что отдаст позитивный результат. 101 миллион рублей на помощь инвалидам. Такую сумму могут выделить нашей области из федерального бюджета на реализацию государственной программы «Доступная среда». В прошлом году денег на эти цели нашему региону выделили в разы меньше – 25 миллионов. На них закупили 10 троллейбусов, оборудованных специальными подъемниками для инвалидов-колясочников. В 20 поликлиниках и больницах Кирова построили пандусы и закупили туда инвалидные кресла и тренажеры для реабилитации людей с ограниченными возможностями. В этом году наша область может получить средств в 4 раза больше. Правда, при условии, что такую же сумму региональные власти сумеют изыскать в местных бюджетах. Только тогда будет возможно софинансирование из федерального центра. Ну а если деньги область все-таки получит, то тратить их планируют на строительство пандусов, покупку слуховых аппаратов и автобусов с подъемниками для инвалидов. Сами инвалиды ждут и другой помощи от областного правительства – персональной. Речь идет о выплатах в 106 рублей. Правда, получать такую сумму каждый месяц по закону могут только те, кто проживает в частных домах. А таких инвалидов в нашей области сегодня 80 тысяч. Напомню, в январе, когда выплачивать пособия только начали, в центрах соцзащиты выстраивались огромные очереди. И выстоять их на костылях или сидя в инвалидном кресле многие просто не могли. Сегодня такого ажиотажа нет, однако 2000 человек за пособиями так и не пришли. Смогут ли они получить те деньги, которые были выделены им еще с января? Расскажем в следующем сюжете. В Центр социальной защиты на Октябрьске 105 инвалид третьей группы Евгений Ковязин приехал с другого конца города. Добирался с двумя пересадками. Говорит, каждый шаг давался с трудом, но грела надежда. Сегодня сумеет подать заявку на получение пособия. С января инвалидам, которые живут в частных домах, положена ежемесячная выплата 106 рублей. Приходил когда-то, а тут было столько народу, я плюнул и ушел. Хоть выплату в 106 рублей инвалиды считают мизерной, у многих на одни только лекарства, в месяц уходит тысяч по пять. В очередях они стояли все равно. И таких людей знаете сколько? А люди стояли на морозе. Эти кадры в Центре социальной помощи были сняты сразу после новогодних праздников. Тогда здесь целыми днями дежурили врачи. Инвалидам в очередях становилось плохо, многие падали в обморок. Сегодня такого ажиотажа нет. Евгений Иванович всего 10 минут подождал, чтобы подать заявку. Правда, деньги за апрель он уже не получит. В областном законе прописано начислять выплату только в следующем месяце после обращения. Хотя в бюджете средства запланированы еще с января. Получается, Евгений Ковязин подарил государству больше 400 рублей. И в подобной ситуации оказались тысячи инвалидов. Всего претендентов на выплату в Кировской области 80 тысяч. 78 тысяч из них заявки уже подали. Осталось 2 тысячи. Причем эти люди свои деньги за апрель уже не получат. Давайте посчитаем, сколько бюджетных денег так и не дошли до адресата. 2 тысячи человек умножаем на 106 рублей. Получаем 212 тысяч. И это остаток только за один месяц, апрель. А в январе, когда о законе мало кто знал, он и вовсе составил 5 миллионов. Но, как уверяют чиновники, эти деньги остались в областной казне. Глава департамента соцразвития Кирилл Лебедев заверил, невыданные за первые 4 месяца деньги найдут куда потратить. Я думаю, в Кировской области найдется, куда их применить. Их могут направить на иные цели по концу года, если мы будем понимать, что у нас формируется остаток. По концу года они могут быть оправлены на другие цели. Меры соцподдержки носят заявительный характер. И заставить мы никого не можем. Чиновник напомнил, заявления на выплаты пособий принимают по-прежнему. И те, кто придут в апреле, с мая начнут получать свои 106 рублей. Принимать заявки от инвалидов в Кирове будут и дальше. Такую работу сейчас ведут по нескольким адресам. На улице Карла Маркса 54, на Клубной 19 и на Октябрьском проспекте 105. Ежедневно с 8 до 17 часов. Ольга Ракова, Даниил Кочкин и Николай Шахарбеев. Бюро новостей Давича. Кстати, заранее записываться нужно и к врачам-специалистам, неврологам, окулистам, эндокринологам. Но сегодня в День здоровья департамент здравоохранения организовал специальную акцию. На Театральной площади целый день работали передвижные диагностические комплексы. Специально оборудованные КАМАЗы закупили в прошлом году, чтобы диагностику можно было проводить и для жителей труднодоступных поселков и городов. Сегодня три таких поликлиники на колесах выехали на главную площадь Кирова. И парадокс желающих попасть на прием к врачам без очередей набралась целая очередь. Подробности у Екатерины Зубаревой. Передвижные поликлиники на Театральной площади работали сегодня на протяжении всего дня. Людия Пестова пришла сюда еще утром. О том, что в городе можно пройти бесплатное медицинское обследование, она узнала по телевизору. Обрадовалась. Давно хотела проверить уровень холестерина в крови. Большая очередь женщину не напугала. Говорит, чтобы попасть к врачу в обычной больнице, времени нужно куда больше. Проводить обследование в полевых условиях для врача ультразвуковой диагностики Альберта Бабаяна вполне привычно. Он не раз так ездил по районам. Считает, что условия здесь не хуже, чем в кабинете его родной Амутнинской поликлиники. Медицинское оборудование в этих КАМАЗах новое и многофункциональное. Машины, купленные в прошлом году правительством области по программе модернизации здравоохранения, давно себя оправдали. Мне здесь комфортно, нравится здесь. Я с удовольствием здесь работаю. И особенно на выездах. Или я буду в каком-то неотапливаемом помещении, или где-то что-то. Ну, это же замечательно. И КАМАЗ-вездеход. И проезжает. Мы в самую глубинку можем приехать. Хоть куда. Там, где даже 2-3 человека, всего, мы все равно ездим, делаем. К эндокринологам, офтальмологам, неврологам за день успели обратиться больше сотни человек. После 6 вечера мобильные диагностические комплексы закончили работу в Кирове и отправились в свои районы. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов. Бюро новостей ДАВИЧ. Пока одни проверяли здоровье, другие его укрепляли. На театральной площади сегодня прошла первая общегородская зарядка. Как это было, смотрите в сюжете без комментариев. Начинаем! Марс! Марс! У-у-у! Аптимней, активней! Ноги сильнее! Нет, так, простые, обычный фитнес, так интересно. Вверх, наклон! Все нравится, я все делаю. Потом бодрыми становимся, учиться легче. Руки вверх, вниз! Мне очень нравится, очень интересно, захватывающе. Движение очень большое. И это хорошо, надеюсь, это не последний раз. Вдох! Вдох! Выдох! Глубовые движения! Назад! Вдох! Это поднимет окси дух заниматься спортом и вести здоровую жизнь. Окей! Чуть быстрее! Давай, давай, давай! Гоу-гоу-гоу! Россия чемпионка! Гоу-гоу-го! Настоящие кормушки, но не для птиц, а для более крупных зверей. Устраивают лесники по всей области. Без помощи людей и животным приходится они сладко. Зимой корма диким свиньям не хватает, а весна в нашей крае не торопится. Анна Мамаева съездила в лес Куменского района и посмотрела, чем предпочитают лакомиться дикие животные и что еще делают егеря, чтобы их защитить. У диких кабанов прекрасный аппетит. Об этом можно судить по кадрам инфракрасной камеры. Животные приходят к устроенным лесниками кормушкам в основном ночью. На этой поляне в Куменском лесу ждут угощения около 20 диких свиней. Местный егерь Михаил Иглин их регулярно подсчитывает. Прошлый год была семья. Я приезжаю, только зерно высыпал. Они уже стоят вот там в Мелколесе, дожидают. Отъехал 100 метров, остановился, все, они уже на подкормочной площадке едят спокойно. Правда, в этом году егерь своих подопечных рассматривает в основном благодаря камере. Говорит, пугливыми стали. И бегут по протоптанным дорожкам к зерну только, когда никого нет. По этим тропкам каждый день на подкормку ходят не только местные кабаны, но и лисы, и ноты, лоси и даже весной медведи. Егеря их кормят смесью низкосортного зерна. Это овес, пшеница и чмень. А еще особыми деликатесами, подгнившими бананами и яблоками, их отдают лесникам в деревенских магазинах. Кроме того, зверей на солененькое тянет. Как минеральная подкормка. И лоси, и кабану нужно. Чтобы удовлетворить потребности своих любимцев, егерь Михаил Иглин ставит специальные колоды с солью. Правда, их приходится часто обновлять. Кабаны – животное прожорливое. Осина пропитывается. Даже если соль кончилась, они съедают всю эту осину, как наглядный пример. От этих кормушек напрямую зависит жизнь кабанов. Зимой, а также весной, пока лежит снег, в дикой природе им сложно найти себе пропитание. Вот лесники и устраивают животным пир. Исправно. Два-три раза в неделю. Чтобы они у нас не ходили, где попало, не попадали под случайные выстрелы. Без подкормки кабану в наших суровых условиях приходится очень тяжело. Хотя он может выжить, но тяжело приходится. От этого и отношение к животным особое. Всеми силами их охраняют от истребления. Дикие свиньи словно чувствуют это и в сезон охоты сами иногда прячутся в специальных заказниках. Там, где отстреливать животных нельзя. А если нападут волки, вновь надежда на людей. Речь идет о регулировании численности волка у нас в Кировской области, которая, как известно, в общем-то, наряду с браконьерами лимитировать численность копытных животных в нашей области. Это прежде всего лося и кабана. Понятие регулирования численности – это та же самая охота на волка. Четверо суток стоят, снимают. Потом снимаю и уже знаю точное время, во сколько выходят кабаны, сколько их. Тем временем егеря перед отъездом снова устанавливают камеру около звериного ресторана, чтобы приехать в следующий раз, посмотреть съемки и убедиться. Все их животные живы и здоровы. Вот и все. Анна Мамаева, Сергей Лошкарев, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давича. О том, как можно учиться и отдыхать одновременно, и кого в воскресенье назвали самой красивой. Об этом и не только расскажем сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на СТС. Это Давича, и мы продолжаем выпуск. Молодые специалисты нескольких предприятий области отправились в субботу в санаторий Перекоп под Кирово-Чепецком. Там работающая молодежь словно вернулась в школьные годы. Те, кому уже немного за 20, проводили время почти как в летнем лагере. Подъем в 8 утра, зарядка, завтрак, а после испытания. Какие, расскажет Дмитрий Житарчук. Банан, полуночники, без «Б». Над названиями своих команд они долго не думали. Состоявшимся специалистам нескольких предприятий региона. Здесь не нужно быть серьезными. Все у них сходу сплошной креатив. В двухденном лагере для работающей молодежи их ждет ряд испытаний. Своеобразная проверка на командный дух, единение, сплоченность. Задание несложное, но в ней глубокий смысл, намекают тренеры. Проверка не на гибкость тела, скорее ума. Вячеслав Максимов, работник Кирово-Чепецкого завода минеральных удобрений, последний раз в чем-то подобном участвовал еще в школе. На свежем воздухе в своей законной выходной готов к любым испытаниям и тренингам. Ему здесь в радость все. Признается, вспомнил детство, походы и песни у костра. Работающей молодежи не хватает, я считаю, какого-то общения, более близкого. Это укрепление духа корпоративного, чтобы все поняли, что мы на заводе не просто ходим на работу, а иногда можем отдыхать как-то, чему-то учиться, узнавать что-то новое. Как вы думаете, какой главный службе? Цель. Совершенно верно. После активной разминки штурм мозговой. Вопросы не шуточные. Приоритеты работающей молодежи, планы на жизнь, повышение производительности труда. Главное, по мнению организаторов выездного лагеря, не только досуг молодым работникам организовать. Задачи глобальнее. Хотят и молодежную политику развить, и опытом работы с перспективными кадрами на предприятиях поделиться. А от них здесь ждут идеи. К примеру, по социально ориентированным проектам. Я надеюсь, что это мероприятие получится. По крайней мере, ребята приехали, то есть первичный интерес у них уже есть. И надеюсь, что это мероприятие будет отличной возможностью реализовать свои возможности, выразить свои желания, рассказать о своих интересах, увлечениях. На таких площадках они будут усовершенствованы, а после воплотятся в жизнь. Это стало возможно благодаря помощи генерального спонсора молодежного выездного лагеря «Заводы минеральных удобрений». Кстати, в нынешнем году в Кирово-Чапецке пройдет еще немало мероприятий под общим девизом «Город молодых», которые организует администрация города, а поддержку оказывает компания «Уралхим». Дмитрий Житарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича. 25 красивых девушек и всего одна корона. В эти выходные филармония подарила кировчанам праздник женской красоты. Королеву выбирали целых 4 часа. Какие испытания нужно было пройти участницам, чтобы заполучить долгожданный трофей, узнала Алина Мозгова. Молодые люди в предвкушении. Вот-вот на сцену выйдут настоящие красавицы. У каждой будет шанс проявить себя, но титул королевы красоты достанется лишь одной кировчанке. Девушки боролись за королевские подарки, корону, которой позавидовала бы любая императрица, и путевку в жаркую Мексику. Кому, как ни мужчинам, которых в жюри было большинство, предстояло определить победительницу. За каждым движением в конкурсантах следили десятки фото и видеокамер. «Девятка ТВ» стала информационным партнером мероприятия. Это не просто конкурс красоты, это конкурс интеллекта, конкурс талантов. Этот конкурс стимулирует молодых девчонок в дальнейшем к борьбе в жизни. То есть это нормально, интересное мероприятие. Чтобы стать настоящей королевой, предстояло пройти огонь, воду и медные трубы. А именно, кастинги, конкурсы и дефиле. Девушки месяц трудились с постановщиками и стилистами, и все ради этого вечера. «Сегодня день, когда мы очень много сил затратили. То есть, конечно, так вот взять и сказать, что мы повторим это, ну, непросто. Но я думаю, что он все-таки станет традиционным. У нас есть в планах продолжить этот конкурс, есть уже следующие планы развития этого конкурса». «Я очень верю в свою победу». Эти слова Виктории Косминой оказались пророческими, ведь именно она стала той самой главной королевой торжества. «Меня начало трясти, но я сначала, ну, я была счастлива. Я не знаю, у меня это все как-то быстро так произошло. На удивление я просто услышала первое В, наверное, и все. Дальше я уже поняла, что все, надо бежать». Виктория работает хореографом и с царственной осанкой носит корону, которая, кстати, весьма тяжелая. Но девушка это, похоже, не ощущает. Все самое тяжелое для нее уже позади. Алина Мозгова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Новостей спорта, группа компаний «Стандарт». Кировские боксеры вернулись с первенства Приволжского округа. Из четверых спортсменов медаль привез только один. Роман Герасимов завоевал серебро. Легко ли было добиться места на пьедестале почета? У вице-победителя его тренера спросила Марина Крашенинникова. Роман Герасимов – кандидат в мастера спорта по боксу. Сегодня снова отрабатывает комбинации ударов и защит в родном кировском зале. На тренировку пришел сразу же, как вернулся с первенства Приволжского федерального округа среди юниоров. Именно там его заветная цель – золото – ускользнуло. В набережных Челнах Роман провел четыре боя. Уступил только в финале, и то по очкам. В итоге – второе место. Для кировского бокса – это успех. Немногие наши воспитанники становятся финалистами окружных соревнований. Но сам спортсмен расстроен. Ведь вместе с титулом победителя он упустил и возможность попасть на первенство России. Устал. Провел до этого три тяжелых поединка. И в финале, может быть, немножко не хватило сил. Может быть, не так настроился. Сделал все, что смог. Очень старался. Конечно, нужно работать над тактикой, над техникой, над выносливостью. Это я уже понял. Тренер спортсмена Андрей Троцюк. Он был секундантом в ринге. Выступлением своего подопечного доволен. По его словам, уровень старта был очень высокий. При этом нашего бойца заметили и оценили тренеры национальной сборной. Турнир достаточно большой. В весовой категории было 16 боксеров. Ни одного перворазрядника, одни кандидаты в мастера спорта. И поэтому каждый поединок был с достаточно сильным соперником. Оценили нашего боксера. Говорят, парень у вас хороший появился. Смотрите, его не потеряйте. Шанс попасть на всероссийский финал у Романа еще есть, если он победит на первенстве профсоюзов. За этим титулом спортсмен и его тренер отправятся 14 апреля в Самарскую область. Марина Крашенинникова, Николай Шихарбеев, Бюро новостей Довича. А вот кировскую сборную по карате представляли исключительно девушки. На первенстве и чемпионате России, которые проходили в Москве, Елизавета Перминова и Анна Ефремова стали бронзовыми призерами, каждая в своей возрастной категории. О других новостях спорта смотрите в коротком видеообзоре. В Зеленограде завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек от 14 до 18 лет, инвалидов по слуху. В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из 21 региона. Кировскую область представляли воспитанники советского клуба «Кукарские медведи». Елена Свинцова стала победительницей, а Антон Сюзев занял третье место. По итогам старта сформировали резерв национальной сборной, куда вошли и наши спортсмены. Игроки кировской команды по хоккею с мячом «Родина-96» стали третьими на первенство России. На турнире в Ульяновске наши ребята одержали пять побед и потерпели два поражения. Первое место у воспитанников «Фолги». Специальной наградой «Лучший защитник» удостоился кировчанин Константин Сырцев. 26 апреля на главной площади города пройдет праздник «Автовесна» на Театральной. Кировчане смогут увидеть автомобильную выставку новинок от ведущих дилеров области и соседних регионов в одном месте и юбилейный старт чемпионата Кировской области по авторалли «Я сама-2014». Также перед зрителями выступят сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Вам нужен хороший забор и вы хотите купить комплектующие в одном месте и при этом сэкономить? Группа компании «Стандарт». 777-556-777-554. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. В студии работала Ольга Ракова. До свидания. Генеральный партнер Бюро Новосейдовича официальный дилер «Фольксваген ТСК Мотор». Благодарим за поддержку сеть магазинов «Кристалл Электро». Благодарим за поддержку группы компании «Стандарт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова